В последнее время в интернете очень много советчиков, которые вам расскажут и, самое главное, научат вас, как правильно построить здоровенный каменный двухэтажный дом 150 квадратных метров всего за 1 800 000. И сейчас мы разберем, чего вам будет стоить такое строительство и с какими проблемами вы столкнетесь, если попытаетесь уложиться в такой бюджет. Первый, самый лютейший зашквар, которым пользуются вот эти вот, типа, учители того, как надо строить, они вам преподносят неправильную площадь дома. Они вам говорят габаритную площадь дома. То есть, вот человек рассказывает в ролике, что он там 7,5 на 10 метров строит дом, два этажа. Да, если мы возьмем габарит дома, умножим на 2, мы получим реально 150 метров. Но внутри-то у вас будет всего 120. Вы когда квартиру покупаете, вы же не покупаете, не платите за метры габариты со стенами, вы платите за полезную площадь, то, что у вас внутри, между перегородками. То есть, сразу, прямо на этом уже вранья примерно на 20%. Здесь у нас ленточный фундамент с полами непонятно какими. В ролике автор никак это не раскрывает. Но предположим, что это самое дешевое решение. Это полы по обратной засыпке. И считаем такую ленту с полами по грунту. У нас выходит материалов примерно на 500 тысяч рублей. Хлоп, так уже практически и треть бюджета улетела. Дальше считаем стены. Здесь автор рассказывает, что у него есть газобетон. Берем даже самый тонкий газобетон, допустим, 300 миллиметров, который в московском регионе потребует последующего утепления. А если рассматривать стену без утепления, то нам нужно 375 или 400 миллиметров закладывать. Это будет еще дороже. Но мы пока рассмотрим прям суперэкономный вариант. 300 миллиметров, газобетон, полтора этажа, арматура, всякие перемычки. Все это делаем. Все полностью материалы с доставкой, с кладированием нам выйдут примерно так в 900 тысяч. И вот мы имеем, получается, только материалы на фундамент и на стены. Это уже миллион четыреста. Это уже почти весь бюджет улетел в трубу. Многие скажут, а что там осталось-то всего крышу накрыть? Но давайте читать дальше. Стропильная система. Берем просто сырую доску, не самую прям кривую, гнилую, просто нормальную, хорошую, качественную, но сырую, не сухую, не строганную доску. 160 тысяч, как с куста улетело. Металлочерепица. Тоже берем не самую прям вообще фольгу, не самое днище, просто нормальную металлочерепицу, которая реально простоит там лет 20. И такая металлочерепица обойдется нам примерно в 170 тысяч. Да, не забываем, что у нас еще есть перекрытие межэтажное. Здесь человек предлагает самый простой вариант деревянные перекрытия. Так вот, опять же, берем просто обычную сырую доску, просто ровную, хорошего сечения, и на нее спокойно тратим еще 140 тысяч. Не забываем, что все деревяшки надо обработать антисептиком. Покупаем не самый дерьмищинский антисептик, нормальный какой-нибудь огнебиозащиту, известной марки. Еще 1015 прям просто вваливаем на антисептик. Да, и дом у нас должен иметь окна, в первую очередь. Берем самые простые профиля, вообще никаких там не риха, ничего, просто обычный дешевый какой-то двухкамерный стеклопакет в дешевом пластиковом профиле, без всяких энергосберегающих окон, с самой простой фурнитурой. Это минимум 200-220 тысяч, как с куста. Мы все-таки обычно считаем теплый контур, то есть то, что можно потом спокойно оставить в зиму, не боясь того, что у нас пройдут какие-то непонятные процессы с фундаментом из дома. Нам нужно обязательно утеплить кровлю, точнее потолок второго этажа, так как у нас полумансарда, значит это нам надо утеплять кровлю. На утепление кровли мы спокойно еще оставляем примерно 110-115 тысяч рублей. Это утеплитель, пленки и расходы на доставку этого утеплителя. И в итоге, если мы это все сложим, то бюджет просто на закупку материалов и их доставку на участок у нас выходит примерно в 2,200-2,250. Естественно, если прям поставить цель, упереться прям рогом изо всех сил и покупать вот вообще самое днище материала, вообще прям вот самое вообще лютейшее говно, то да, конечно, в 1,800,000, скорее всего, можно уложиться. Но к чему это приведет последующая экономия? У вас быстро начнутся проблемы с металлочерепицей. Мало то, что начнет цвет терять, она может начать облизать. Доски, если вы сэкономите прям жестко на досках, доски будут кривые, начнут плесневеть, вы потом потратите на их исправление гораздо больше денег, чем сразу купить нормальную доску. Блоки, точно так же, есть блоки какие-нибудь именитых заводов, которые стоят дорого, можно купить что-то прям очень дешевое. Эти блоки будут кривые, они приедут к вам на участок, они уже будут поколоты, и вы потом еще больше потратите денег на то, чтобы их привести в чувство и сделать из них нормальную ровную стену, которая потом не будет трещать. То есть их больше надо затирать, больше надо тратить клей, соответственно, больше будет расходов потом. То же самое касается фундамента. Да, можно взять по тупняку вообще не считая ничего, самую простую арматуру, да еще где-нибудь по дешевке с ближайшей базы, где она лежит под открытым небом, вся уже лохмата от ржавчины. А еще можно взять бетон марки B15, а не B22, там как обычно закладывают в проектах. Но у него немножко хреновые будут показатели морозостойкости. Если вы не сделаете нормальную гидроизоляцию, то скорее всего о том, что у вас фундамент говно, вы узнаете уже лет через пять, а может и раньше. Но самый мерзкий нюанс во всех этих расчетах то, что это стоимость только материалов, привезенных к вам на участок. И теперь вопрос стоит, это же все надо построить, это все надо применить как-то? Если вы, конечно, безработный, и вы реально сами можете потратить свое время, там месяца 3-4, на то, чтобы построить коробку в одно лицо, тогда да, это условно будет стоить бесплатно. Правда, не забываем, что вы в этот момент должны что-то есть, вам нужны всякие инструменты и прочее, эта статья расходов тоже должна присутствовать в смете расчетов над строительство дома. А теперь представьте ситуацию, что вы все-таки не безработный, у вас есть работа, и вы на нее ездите, и у вас есть только выходные, и только в выходные вы можете сами заниматься стройкой. У вас сразу все это растягивается, минимум на год. А обычно люди и за два, и за три года не могут это построить, потому что если первые полгода человек с энтузиазмом фигачит, как заведенный, то потом он потихоньку выгорает, плюс у него налипают какие-то проблемы, а проблемы можно решать, как правило, только в выходные. В выходные уже тратятся не на стройку, а на что-то еще, и это все растягивается просто в какой-то лютейший долгострой. Либо, как многие скажут, а я вот сейчас найму первых попавшихся рабочих, по рекомендации все как положено, и они мне тут быстренько все и построят за три копейки. Так вот, любые нормальные рабочие, которые вообще понимают, что они будут делать, возьмут минимум 50% от стоимости материалов. И то, это вы идите еще с ними договоритесь по родственному, а то они вас и за эти деньги пошлют прям реально на три буквы. Потому что они тоже хотят есть, им тоже нужен инструмент, нужна машина, и это все стоит денег, и плюс они хотят еще что-то заработать себе на карман. И в итоге выходит, что вот эти 2 200 спокойно превращаются в 3 300, в 3 500. Плюс, что мы не учитываем? Вы наняли рабочих, все равно, да, хорошо экономия, это все равно не 8-10 миллионов, это всего там 3 с небольшим, рабочим где-то надо жить. Бытовка, значит, надо либо купить бытовку, она там 1060-70-80 стоит, бэушная, плюс ее надо привезти, либо взять в аренду. А если вы еще и брезгливый, нужно заказывать отдельный туалетный домик, эту кабинку синенькую страшную, она тоже стоит примерно 7-8 тысяч рублей в месяц аренды ее обслуживания. Плюс, что такое складирование материалов? Это не просто привезли и бросили в чернозем. Во-первых, надо чем-то накрыть, даже газобетон частенько надо накрывать, а уж остальные материалы и подавно, особенно доски, их желательно хотя бы чем-то накрывать от дождя, чтобы они уж не становились еще более мокрыми, чем были до этого. Мы же купили сырую доску, мы же сэкономили в самом начале. Все это складируется не прямо вот так в землю. Да, палеты с блоками можно поставить на землю, и то, если земля у вас не прям торф или каша какая-то. А вот доски надо уже на что-то положить, значит, надо подумать. Либо плиты постелить, либо какие-то дополнительные там брусочки настелить на блоке, положить, то есть организовать место хранения, чтобы потом просто по ним вода не текла. Это хорошо, когда мы прям привезли на машине, прям скинули, и тут у нас место складирования прямо около машины. А бывает так, что мы строим дом где-то вдалеке, значит, материалы нам надо сложить, подъездные пути у нас никакие, и нам надо еще и по участку по-своему строить какую-то дорогу, пусть и щебня, а то еще и нужно сделать въездную группу, потому что у нас канава полтора метра в ширину и метр в глубину, по которой ливневая вода течет. И нам нужно сделать через нее заезд, купить трубу, засыпать щебнем, еще хреново гора расходов, там спокойно можно от 50 до 200 тысяч зарыть просто в организацию подъездных путей. А теперь спросите себя, это уже дом мы получили или что это? А я вам скажу, это просто коробка, это даже до дома еще там как до луны, еще несколько лет трудов, боли и страдания и крови. И при этом эта коробка еще очень дерьмового качества, с самыми дешевыми окнами и сырой доски с тропилкой перекрытия, этому всему придется еще уделять ой сколько внимания и денег. А нормальная коробка, нормальный теплый контур, так называемый, с нормальными окнами, с нормальной кровлей, из нормальных правильных блоков, с применением правильных рабочих, техконтролем, прорабами и всем, что с этим связано. То есть нормальное качественное строительство обойдется примерно в 6-6,5 миллионов рублей. Но за эти деньги вы получаете надежный нормальный дом на правильном фундаменте, с офигенного качества материалами, который прослужит вам много-много лет и останется еще вашим внуком. Поэтому если вы не готовы десятки лет заниматься эконом-строительством, то переходите по ссылке в описании и мы вам подберем офигенный классный современный проект. Но на самом деле даже эта коробка еще не полноценное изделие. Нету ни водосточки, ни снегозадержателей, ни крыльца, ни отмостки правильной. А на это на все нужно заложить еще порядка 600-660 тысяч только на материалы. И это все еще просто коробка, без внутренней отделки, без наружной отделки, без инженерных коммуникаций внутри. И если сделать все по уму, сделать нормальную внутреннюю отделку, не прям вот эконом-сегмент продать и забыть, а именно как для себя сделать нормальную отделку, нормальной инженерной системы, не покупать самые дерьмиченские котлы и трубы, и делать нормальную фасадную отделку, которая прослужит плюс-минус какое-то вменяемое количество лет, то можно смело готовить минимум 15 миллионов. И как бы страшно это ни звучало и не потекла кровь из ушей, это реальные современные цены, то, во что выходит современное качественное строительство каменного дома. Есть ролик «Устрой хлама», там чувак рассказывает, я, говорит, наслушался один такой канал, кстати, с охереть каким количеством подписчиков, там мужик в возрасте рассказывает, поверил, что можно потратить там миллион, ладно, такой, говорит, хрен с ним, я два заложил, в итоге он имеет просто говнокоробку, конченую вообще, которую надо еще там переделывать, и деньги у него в этот момент кончились, вообще все, там ни на что больше нет, он только окна успел ставить и коробку. Все, говорит, вот она реальность, говорит, он прямо ему в цвет сейчас рассказывает, что это все самое противное, что он говорит, что да, это только материалы, и плюс работы, а работы, ну, вот столечка стоит, все это херня, вы сами все сделаете, не сделайте вы все сами. А самая главная проблема, знаешь, в чем? Что ты наслушаешься вот этого вот дерьма, что можно дом построить за три копейки, влезешь в ипотеку, продашь свою последнюю там квартиру, однушку где-то там на окраине страны, и будешь надеяться, что тебе реально дом построят за эти деньги, тебе еще на машину останется, а по факту будет совсем по-другому, будет просто боль и страдание, когда ты поймешь, что твои деньги кончились еще примерно на стадии фундамента, и дальше у тебя перспектив никаких, квартиры нет, ипотека висит у тебя огромными долгами, и стройка почему-то закончилась. А она закончилась потому, что ты уши развесил, послушал вот этот вот хлам вот этот информационный, и поверил в него. Поэтому, чтобы не вляпаться никогда в такую историю, подписывайся на наш канал, мы здесь расскажем все о строительстве, о том, сколько это все стоит. А с тобой был Филипп и канал строительной компании SkyHome. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok